Команда играет очень компактно, ребята такие боевые. На ту игру, которая была, на эту игру и рассчитывали. Задача была больше отскрывать фланги, быстрее играть на флангах, больше отстрелять мяч штрафную, чтобы по центру пройти было практически нереально, очень большая компактность. Довольно, что сыграли на ноль, практически ничего не позволили сопернику создать. Ну и свой момент использовали. Ваши вопросы, Алексей? Теш, пожалуйста, чуть-чуть громче, хорошо? Алексей Тарар из «Остолица». Выпуская Горопевшика, какое напутствие вы ему давали и насколько это напутствие сыграло роль в голе? Выпуская Горопевшика, я уже увидел, что Карла в перантаме очень много движения. Мне надо было левый флаг немножко тоже усилить, добавить свежести, поэтому я Сухоцкого поднял выше. А Горопевшик выпустил центральным защитником, предполагая, что и стандартные положения, которые очень важны в этих матчах. Гродно, я говорю, очень насыщенно играл, поэтому... То есть рассчитывал на его верховые, именно на верховую борьбу, чтобы выровнять шансы. Ну, в конечном итоге, все работало. Сергей Азаркевич, пресс-болл, Сергей Витальевич с победой. Два вопроса по кадрам. Во-первых, насколько было сложнее сегодня строить сыгру, учитывая дисклификацию Данила и пропуск его? Не, ну... Были варианты у нас, рассматривали варианты с Ложкиным. Конечно, ждем скорейшего восстановления Бергейчика, потому что в таких матчах именно его Ростове данный, его опыт нам бы пригодился бы. Вот, потому что мяч там мы в штрафной доставляем, а вот там навязать борьбу, где-то опередить защитника, у нас немножко не хватает игроков такого плана. Просто Кирилл очень долго был травмирован и сейчас только выходит на свои, как бы... Конечно, можно выйти на лучшую кондицию только через игры, но здесь, как бы, сейчас результат стоит во главу угла. Ну, доволен, что Миша поправился у нас, Козлов, то есть у нас уже появилось больше вариаций в центре поля. Что еще? А замену Данила, если вы видите, мы Ваню Бахара опустили немножко вниз, а Шикавка, я считаю, что особенно второй тайм, мне его очень понравилось, его исполнение. Он хорошо вел борьбу, выиграл эти наборцы, бежал, то есть я считаю, что второй тайм он сыграл, я думаю, что он может еще лучше играть, но второй тайм меня обнадеживает, и такого Женя я бы хотел видеть. И еще второй матч не попадает в заявку Ким в прошлом туре. Он за Дуболь получил травму, да, немножко повреждение задней части, ну, задней поверхности бедра, поэтому там ничего серьезного, но только по этой причине. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, Владимир. Добрый вечер, Владимир Глюн, Комсомольская правда, Грузия. Испытывали давление, учитывая предыдущие результаты, может, давление извне или внутреннее? Давление, ну, это, как сказать, атмосферный слой у нас. Кроме атмосферного. Да. Вот. Я давление, я знаю, что, я думаю, и вы тоже знаете, что у нас команда, если вы возьмете по игрокам с того года, сегодня на поле у нас играл Плотников, у нас играл Швецов, и кто у нас еще играл? И Эдгар Эдрихнович. Три человека. Три человека, это мы, кстати, берем даже я, с 11 человек, это у нас получается 75%. 75% новая команда, полностью новая. Здесь много ребят молодых, которые еще будут прибавлять, добавлять. Это понятно, что мы испытываем проблемы, например, в атаке. Но любая атака, надо время, чтобы ее выстроить, чтобы все это пошло. Вторая проблема, это поля, которые тоже, чтобы играть в хороший футбол, быстрый футбол они тоже требуют. Ну и по самоотдаче, у меня к ребятам вопросов нет. Если вы заметите, мы вторые таймы все прибавляем. Мы две игры играем в меньшинстве, и мы играем в меньшинстве, давим соперника. Я не скажу, что нам создают много моментов у наших ворот. И большинство мячей мы пропустили со стандартов. Это именно концентрация, это именно где-то несыгранность, это опыт. Это то, что приходит через игры. И если мы, я обещал нашим уважаемым людям, что я их не буду больше в прессе упоминать, если бы меньше ошибок было бы в нашу сторону, то у нас было бы значительно больше очков. Вот все, что я могу сказать. Ни одна команда, собрать команду буквально за месяц, и чтобы она сейчас всех громила, всех это, ребят. Ну, давайте будем реалистами. Мы же не собрали здесь лучших, кто был в Беларуси, правильно? Лучшие остались в других клубах, потому что там условия лучше. Ну, если реально так разговаривать. Но я верю своим ребятам. Я знаю, что они будут бороться, они будут биться, они будут играть в футбол. Если вы видите, мы играем в футбол. Да, что-то не получается, но мы стараемся играть в футбол, стараемся играть внизу. Если вы статистику поднимали, наверное, скорость игры. К третьему туру мы однозначно шли на первом месте по скорости игры. По количеству передач много, хотя я не сторонник большого количества передач. Но ребята ищут, ищут свободные зоны, ищут пространство. Поэтому нужно уметь ждать, терпеть и верить. В плане позиционной атаки, насколько довольны, чтобы вскрывать такую мышлонервную оборону. Вы знаете, мы... Да, приходится только вскрывать фланги. Конечно, я хотел бы более качественно, чтобы мы играли на флангах. То есть, более быстрые игроки, более, может быть, с дриблингом. То есть, умеющие один в один обыграть, обострить, классно прострелить. То, что, например, если вы видели, как Стасевич это делает, изумительно, когда он уходит в середину и делает прострелы в штрафную, куда бегают люди. Конечно, но мы исходим из того, что имеем. Ребята стараются, у меня нет претензий к Лёше Риусу, у меня нет претензий к нашим левым игрокам, этим латералям. Они стараются, все, конечно, чтобы наша игра стала лучше, и они должны еще более качественно играть. Ну и, конечно, это должен быть наконечник, хорошо умеющий играть головой, который... Многие мне раньше обвинули Филиппа Иванова, правильно? Ну, никто же не замечал, сколько очков принес Филипп Иванов за счет своих ростовых данных, за счет того, что он мог подыграть, сбросить за спину, именно. Плюс метр девяносто пять, как ни крути, когда в штрафной, это тоже человек. Поэтому, готовясь к чемпионату, ты всегда хочешь иметь такого нападающего, который умеет хорошо играть головой и умеет замыкать вот эти прострелы. Всех, кого нам предлагали, они были не сильнее от тех игроков, на которых я имею сейчас. Поэтому смысл брать я тоже не вижу, поэтому исходим из того, что у нас есть. Ну и, конечно, опять же, повторюсь, ждем выздоровления Кирилла Вергенчика, чтобы он набрал кондиции, набрал свою лучшую форму. Нопросов больше нет? Большое спасибо. Спасибо, до сих пор. До свидания.